Так звучит музыкальный инструмент Кокос, мне его подарила группа Хром, они прямо сейчас уже... Кокос, это Маракас. Кокос, мне сказали. Кокос, да? Кокос Маракас. Кокос Маракас. Ну ладно, что-то я поняла, что ты очень умный, учился на оркестровом, молодец. Да, молодела. Группа Хром сегодня у нас в гостях, еще раз в студии 54, и кто это такие? Это Владимир Романов, здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Хромченко. Здравствуйте. Ку-ку. Сергей Стрел. Приветствую вас. Он на ударных далеко сидит. Александр Горбунов. Привет. Вот они все туточки. Александр Хромченко с вами мысленный, я так понимаю. И даже флаг принесли. И вообще, в общем, во все... Это эмблема коллектива, я правильно понял? Да, правильно. Вот Х и Р я вижу. Называется Хромовский смайлик, в общем-то мы его так между собой смайликом называем, потому что он символизирует улыбающуюся рожицу. Плюс там нота перегорнутая. Да, нота, да. Доброе деец, неправильная восьмая. И, собственно, нотный стан. Как и вся наша музыка. Вот такой музыкальный смайл получился в стиле Хром. Ну, по Хром я знаю историю названия, но пусть ребят сами расскажут. Это такая аббревиатурка. Да, аббревиатура. Нет, просто название блестяще было занято, поэтому нам пришлось назваться Хром. Ну, еще было название стрима, но оно тоже. Да, вот, поэтому это аббревиатура из фамилии отцов-основателей Хромченко и Романов. То есть Хромченко и Романов. Я так понимаю, это ваши отцы? Ну, да. Или нет? Или вы имеете в виду себя как отцы основателей? Наши отцы тоже были Хромченко и Романов. А давайте слушать музыку, а? Давайте. Первая песня будет называться «Можешь мне не верить». Этакий финский блюз. Раз, два, три. Ты можешь мне не верить, я устал от твоих слез. Ты можешь меня проверить, сегодня я всерьез. Подумал о границе жизни бы я, о том, где ты сегодня, и где сегодня я. Скажи мне все, что хочешь, скажи, я все пойму. Сейчас сварю я кофе, поцелую, обниму. Субтитры сделал DimaTorzok Свету тебе в горы, не дам пойти ко дну. Ты помнишь эти горы, все помнишь как одну. Там счастье и удача, все, что нужно нам. Я строил эти горы, летит пусть все в чертях. Ты видишь эти горы, спускается плач. Он машет топором, но ты не плач. А-е-е, группа Кром. И я. Спасибо за чудесные Маракаски. Вот зачем Насте дали Маракаски. Нет, у меня здорово получалось. Тебе придется выступать с ребятами. Ты на кого батон крошишь, Световитин. Что вообще происходит, я не понимаю. Чего ему не нравится? Как работать приходится. Он обиделся, что ничего не дали просто. Друзья, многолетняя история у вашего коллектива, мы наслышаны. В этом году юбилей у группы. Семь лет мы отмечали, да, недавно. Не юбилей. Не юбилей, но семь лет это тоже юбилей. Красивая цифра. Красивая цифра, да. Был большой сон. В какой-то другой группе, мне кажется, было ВКонтакте. Там что-то была цифра 25. Это что за шутка? Это была, так скажем, Хром, это реинкарнация старой группы, которая была образована в 92-м году. Да, действительно. То есть мы когда-то играли, но сейчас у нас группа Хром. Что-то поменялось за семь лет, и если еще сравнивать с той группой, которая была. Ну, что-то точно поменялось. Возреваем, возреваем, матереем. Матереем музыка становится более сложная, более насыщенная. Может быть, для примера, первую песню, последнюю? Лучше не надо. Лучше не надо. Это малая ротационная, так скажем, вещь будет. А стилистика менялась или вот, в принципе, вот такой русский рок? Да, менялась. Начиналось все с какого-то такого панка гаражного. Да, компот, вкусный. Компот, да. Сейчас мы все-таки тяготеем больше к блюзу, ритм и блюзу. Стиль называем сибирский ритм и блюз. Вы когда собирались, вы думали, что это будет прям профессия или только чисто для души? Для души. Это и не стало профессией сейчас. Мы все занимаемся чем угодно, только не мужское. Расскажите, Хортика, кто вы на самом деле, кроме того, что вы автосервис. Ну, Сергей. Ну, я простой работаю. Я поменял все, что можно делать руками. Я девочником, сейчас работаю. Александр? В автосервис. Я головой работаю программистом. А еще я в нее ем. У меня тоже, я занимаюсь в установочном центре машины, автосервис. Сергей? Да я ближе к раз музыкантам-то. Я бросил все, занимался. То есть я был совладельцем и директором сети магазинов. Музыкально? Нет. Много поставил на комнату. Он все бросил, купил себе аппаратуру и стал играть. Здорово. Где мы можем услышать в городе ваше выступление? Или вы все-таки для себя чаще? На разных площадках. Ну, мы играем редко, но метко. То есть у нас редко достаточно концерты происходят. Но это всегда душевная, так скажем, обстановка, душевные концерты. И чаще всего мы, в общем-то, их сами устраиваем. Квартирники? Такое? Или нет? И квартирники тоже бывают. Такое обилие инструментов сложно представить. Хром на воде. Да, вот хром на воде, хром на траве, хром в космосе. На воде вы играли на теплоходе? Да, нет. Мы стояли целый тур вдоль пляжа. Абсолютно. Так получилось. На пляже играли. Мы арендовали, загрузили его аппаратом изо всех сил и поехали по морю. Поставили на балубе всю аппаратуру, барабаны, комбики, гитары. Они оделись в пиратскую символику, атрибутику, надели банданы, тельняшки и поехали вдоль пляжей в Академгородке, играли рок-н-ролл, отдыхающие. Одной день это было, да? Да. То есть зрителей было достаточно. Да, это было 12 июля 2014 года, как раз тот самый ураган, который и был, вот он у нас настиг. То есть мы сначала успели пройти вдоль всех пляжей, сыграть рок-н-ролл и блюзы, потом... Вас, наверное, обвинили в том, что вы принесли ураган. Судя по всему, рок-н-ролл привлек эту стихию, а потом мы высадились на остров в Тайне Мани, который во Псковом море, и два дня у нас был фестиваль такой пиратской рок-н-ролльной музыки. Слушайте, круто, вы собираетесь это повторить? Это же супер благотворительность. Бывает, да, конечно. Ждать этим летом такое? Я думаю, что... Ну, пожалуйста. Этим летом на траву собирать? Да. Хром на траве? А на траве это где географически? Нет, после этого, хронологически после... Хронологически после... Как говорится, зеленая травка уже быстрее бы. Будем слушать группу Хром, но сразу после рекламы. Вот так. Давай. В студии Радио 54, группа Хром, прямо сейчас, слушаем. На этом зле и жене И спел мне свой блюз Я тащился под него Я до сих пор тащусь Я люблю твой голос Я люблю этот звук И слова этой песни Господь мне еще раз люк У тебя в руках гитара Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй Как живое существо Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй На изданку вынимает Мое все естество Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-бэ-дэй И голос Кто процветельный Отцу Приплыть Слегка И мне трудно уловить Как играет рука Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй После сейшена на флак Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй Мы поедем ко мне Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй И я снова предложу Для меня сыграть тебе Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй Ты немного Помолчишь Но ответишь мне Окей Только я пока играю В стыке с меня не ты Шап-дэ-бэ-дэ-бэ-дэ-бэ-дэй Субтитры Ребята Кто пишет музыку Кто стихи Все песни написаны Мною и Сергеем Хромченко Петрович Есть вещи которые Текст написали наши друзья Есть вещи которые написали Музыку наши друзья Есть песни которые написал музыку Александр Горбанов Здорово Кто чем вдохновляется Делитесь рецептами Жизнь Жены наши Жены Делимые конечно Есть песни про жен Есть Практически все Вот это сейчас тоже было Обружено Ну нет Это про друзей Это про друзей Да Эта песня была написана Как раз вот Давным-давно Это в 90-х годах Еще я написал Вот как раз для Петровича Это был блюз для меня А какую музыку слушаете Вот дома Когда Если не свою Я для фона слушаю Бориса Борисовича Гринчакова Да Ну конечно БГ Гражданская оборона Это юношеский Это юношеский Ну и классический рок Конечно же Битлз Дорс Мы однажды поехали К Ленному в гости Кстати сказать Да Отметить Екатеринбург Екатеринбург Его правда дома не было Ногу сломал Мы показали билеты На Польше Мы специально к нему приехали В общем Его вынесли нам Посадили мы сделали История такая В городе Екатеринбург В Ебурге есть Было Сейчас уже нету К сожалению Рок-бар Yellow Submarine Мы ездили туда Там Была Восковая фигура Егора Что говорю Что говорю Джона Леннона Да И мы На мой день рождения Собрались Ну и просто поехали Что называется Попить пивка с Джоном Ленноном Приезжаем То есть Говорим Вот мы хотим с Джоном Ленноном Заходим Его нет Он болеет В смысле болеет Ну у него Нога сломана В общем Восковой фигуры Мы показали билеты Мы сказали Мы специально приехали Из Новосибирска Чтобы выпить с Джоном Ленноном И отметить свой день рождения Нам Девчонки Естественно администраторы Пошли на встречу Вынесли Мы с ним Фотографировались Выпили Ну в общем Обратно унесли Обратно унесли Обратно унесли А чем он сломаный Надо было вам отдать Ну они его лечат Они его лечили Он был на лечении Это достопримечательность Понимаешь Ну То есть вот так вот За 1600 километров съездили Просто Джону Леннону Ну это так По панковски прям Ну Пошли за хлебом А в итоге поехали В Екатеринбурге Да Если коротко поговорить Об объемах Производства Что-ли музыкального Сколько за эти 7 лет Было всего написано Сколько альбомов Как вообще часто Случаются озарения И новые вещи какие-то Практически все вещи Которые сейчас играются Это вещи написанные В 90-х и в 2000-х годах Но музыка вечна Тексты вечны Темы вечны Поэтому играем до сих пор Эти песни Да, мы делали итоговую работу Двойник 18 песен записали Да, то есть двойной В студии практически У нас чудесный звукорежиссер И мастер по звуку Это как раз вот Александр наш Сергей Стрелонов Заведующий по матчасти Маш трогой Записали в домашних условиях Но это достаточно такая Качественная Продуктивная работа То есть и все оценивают Ее качество С точки зрения именно студийности Она очень хорошо Ну комфортно звучит Она радиоротационная То есть последний год Новых песен Пока не пишется Пишутся 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 Но до них не доходят руки Потому что старого материала Ну очень много У нас еще Не знаю, ну альбомов на пять Наверное Но вы планируете все-таки Конечно 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 Нет, мы сейчас их играем Но в значительно меньшем количестве Конечно Здорово Сейчас какую мы будем слушать песню? Это что-то из нового материала? Нет, тоже старенький Трамвайная мечта Называется Так начинаем Играет 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 какое-то время наверное попали случайно на их выступление спал мы репетируем приют и укропить за мы репетировали саша мы периодически пересекались на совместных концертах он играл в других проектах в кучу проектов на него проще рассказать и он не играл в академгородке вот и однажды мы позвали его помочь нам записать как раз вот наш альбом этот а потом ну так вот остался и слава богу и не хотим ближайший концерт приглашайте точно будет ближайший концерт это июль devil's party на акбарде 13 15 июля это большой байк фестиваль идем напоследок вот так сделайте как нибудь спасибо большое и мы тоже говорим всем спасибо до свидания в студии радио 54 для вас работали то лаваева нася александр царитин виолетта до следующего четверга всем позитивных выходных классных праздников ура да да живите интересно спасибо спасибо спасибо